Второй год жизни в ковидной пандемии изменил многое. Но летний отдых в этих условиях остаётся тем, чем люди не готовы жертвовать. О том, как жители региона проводят свой отпуск, смотрите в следующем материале. В начале лета у россиян было не так много вариантов, куда они могли отправиться на отдых. Сейчас же ситуация на рынке туриндустрии стала поинтереснее. Принимают граждан России около 50 стран, но вот попасть россияне могут далеко не во все из них. «Те страны, куда фактически могут россияне поехать, то есть те, которые открыты властями Российской Федерации, их на сегодняшний момент чуть больше десятка. Основные среди них это пляжные направления, но в то же время есть и другие страны. Например, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Греция. Среди пляжных направлений также есть Кипр, Мальдивы, Сейшелы, Куба, Мексика, Турция, Египет. То есть достаточно большой перечень стран. Но опять же он не сравнится с тем, что было раньше». Несмотря на открытие границ с некоторыми странами, Черноморское побережье России все еще популярно среди жителей округа. «Там было несколько таких негативных моментов, которые связаны с Черноморским побережьем. Это и погодные условия, это и ограничения, которые ввелись с 1 июля и будут введены еще с 1 августа в связи с коронавирусом. Но тем не менее, вот в нашем конкретно агентстве отказов от поездок в эти направления пока нет. Люди и на сегодняшний момент там отдыхают и ездят туда практически каждый день из нашего города. И пока каких-то жалоб со стороны клиентов мы тоже не наблюдали». Мы поинтересовались у наринмарцев, где они проведут или уже провели свой отпуск, куда планируют отправиться, чего опасаются, что настораживает. «Нам повезло. Мы 13 июня вернулись уже из отпуска. Прилетели в среднюю полосу. Нам с погодой повезло. И в принципе все сейчас катаклизмы, которые сейчас происходят, на нас не повлияли». «Вообще на юг в этом году суваться, наверное, не стоит, если ты не хочешь делать прививку, если ты не переболел, потому что огромная концентрация людей на пляжах. Это все ведет к тому, что будет повышаться численность заболеваемых». «Это русский отдых, это Кавказ, это минеральные воды. Я впервые туда еду». Многие жители округа выбирают привычный для всех пляжный отдых. Но есть и те, кому интересны другие направления. Сложная эпид-обстановка не останавливает от желания путешествовать. Те, кто прошел вакцинацию, уже не так сильно переживают насчет ковидных ограничений. Но турагентства постоянно обновляют эту информацию, чтобы очередные нововведения не застали путешественников врасплох. Также, по словам Юрия Тюлюбаева, неустойчивая эпидемиологическая ситуация в стране и мире привела к тому, что теперь жители округа покупают туры не за несколько месяцев, как было раньше, а за две-три недели до вылета. Телеканал «Север» желает всем хорошего отдыха, но также напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности. Многие отдыхающие за пределами округа возвращаются домой с признаками заражения коронавирусом.